В некогда тихом рыбачем поселке покой теперь только снится. Хотя и ночью уснуть теперь проблема, жалуются местные жители. Общественные волнения стихли, но их сменил шум строительной техники. По перекрытой улице Шаронова колесят камазы, бульдозеры и катки. Одни завозят землю для новой магистрали, другие разравнивают, третий трамбуют. И так круглые сутки подрядчики, пытаясь перекричать технику, громко заявляют. До дедлайна остался ровно год. Я давно живу в Омске, знаю, что про сроки лучше ничего не говорили. Но у нас остался ровно год, потому что у нас последние работы, там, разметка за всех трав, вряд ли в декабре уже будет возможно сделать. Это будет, скорее всего, оформление бумаг. Мы реально видим сроки, мы видим эти объемы. Я уверен, что мы сделаем. Досрочные сдачи обещают. Объемы предстоящих работ действительно очень большие. Сейчас строительство только на начальном этапе. До Нового года надо успеть провести электросети, ливневки и полностью отсыпать земельное полотно. Дорога по Шаронова проходит по болотистой местности. Чтобы новую магистраль не повело, ее поднимут на несколько метров. Земельные работы по плану будут идти до весны, а дальше все зависит от погоды. Подрядчики признаются, насыпь с таянием снегов может смешать с грязью все труды рабочих. Строителям приходится активно сотрудничать с геодезистами и экспертами. По их рекомендациям, будущая дорога активно укрепляется всеми доступными способами. Работа настолько сложная, что возможности переделать дорогу, если на финишном этапе будут выявлены недочеты, просто нет. Поэтому ход строительства постоянно курируют специалисты мэрии. Ежедневно на объекте присутствуют наши специалисты, кураторы. Кроме того, еженедельно мы проводим совещания на объекте, рассматриваем возникающие технические вопросы, привлекаем каких-то экспертов, технических специалистов. Проводим технические советы, где решаем возникшие технические вопросы. Решать технические вопросы получается, а вот находить общий язык с местными жителями пока трудно. Несмотря на то, что будущая дорога для всего города имеет стратегическое значение, жители близлежащего частного сектора не в восторге от строительства. Сначала бунт рыбачьего поселка, через который пошел весь поток автомобилей. Проезд полностью перекрыли, но не успели разойтись по домам жители первой рыбачьей, которую автомобилисты начали использовать как объезд. Тут же вышли люди уже со второй Енисейской. Здесь проблема прямо противоположная. Улица оказалась полностью блокирована для проезда. Жители боятся, к ним теперь вообще никто не приедет, даже скорая помощь или пожарные. Один подъезд перекрыло насыпь будущей автомагистрали, а другой для автомобилей труднопроходимый, особенно в дождь. Ни скорая, ни пожарная уже сюда не проедет. Я уже не говорю даже элементарно о тех нуждах, которые уголь, например, дрова те же самые, что отапливаются в домашних условиях. Правда, бунтовать пока никто не собирается. Тем более, что городские чиновники уже предложили несколько вариантов решения проблем. Например, уже прошлись по дороге грейдерам, сейчас планируют соединить заблокированный участок, на котором оказались шесть домов, с соседней улицей. Обеспечить ночную тишину сложнее. Чтобы уложиться в сроки, работы должны вестись круглосуточно. Даже с учетом того, что строительство будет идти 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, как сейчас, всем жителям Левобережья придется терпеть автомобильные заторы в течение всего следующего года. Затягивать строительные работы еще дольше просто нет возможности. Открыть новую дорогу планируют в декабре 2020-го, сделав всему Омску подарок к Новому году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова